приветствую всех и постараюсь обойтись без лишних предысторий так по-быстрому вы построили железную дорогу но столкнулись такой проблемой что реалистичном режиме купить вагоны депо и купить готовый состав вы не можете только то что самодвижащиеся ну то есть поезда тепловозы там такое вот то что может сама кататься и перегнать вагоны с таможни вам тоже не удалось поэтому постараюсь рассказать как это делать искал я в интернете способы решения этой проблемы не нашел вот 2 3 4 5 6 7 8 покупаем вагончики не буду показать что могу их перенаправить или не могу не есть уже локомотивчик купленные локомотивы лучше покупать в депо они туда у вас приедут сами вот и меньше придется возиться ну вот покупаем локомотивчик он побежал побежал вот он у нас прибежал до выбираем локомотивчик и пишем ему задаем ему так сказать маршрут приехать сюда и не ставьте галочку ждать загрузку если поставить галочку давайте проверим он у нас вагончики не возьмет и но не хочет открываться ладно так вот он побежал и все холостую назначаем маршрут от таможни до депо и убираем галочку ждать загрузку и сейчас вы увидите он вагончики у нас подвезет искал я решение этой проблеме в интернете ну смотрите опять же он у нас этот маршрут не делает от депо до таможни постоянно поэтому каждый раз когда надо будет перегнать вагоны нужно будет ему вот давать такое задание и флажок нажимать вот он приехал вот они наши вагончики появлялись да как вариант можно отключить на время режим реалистичный это вполне нормально работает перезагружать игру не приходится ну если важнее вам играть в реалистичном режиме то пожалуйста можете вот так вот поступить повторю покупаете локомотивчик в депо задаете ему маршрут таможни депо над таможни не нажимаете галочку ждать загрузку палочка должна быть снята тогда он будет у вас забирать вагон ну а сейчас можно ему конечно переназначить маршрут можно каждый раз покупать будет новый локомотивчик задавать ему так чтоб он гнал вагоны когда вы делаете новый состав вот вот теперь мы его просто посылаем по необходимому нам маршруту у меня есть уже купленный локомотивчик он у меня постоянно стоит депо и работает как маневровый гоняет вагончики с таможни вот у нас работает наша железная дорога мы перегнали вагоны все работает отлично ну я так сразу же с ходу перешел к делу рассказал об этом всем надеюсь было понятно почему потому что часто когда смотришь видео ютюберов и сказано что вот там да в этом видео мы поясним расскажем полчаса узнал все про жизнь этого самого ютюбера о том как сколько у меня собачек было кошечек и все все ноги же полезная информация нету поэтому решил записать наизнанку сначала вот рассказать полезное а потом уже рассказать все остальное я тоже столкнулся с этой вот проблемой перегонки вагонов да все даем понять не могу локомотивчик купил тут перегнал сюда не цепляет купил локомотивчик тут тут не составляется состав если взять купить все это добро взять любой электровоз все там у нас есть но она у нас не является этим самым сам могу назначить домик ну место работы и у нас будет тусоваться в основном куда будет приписан могу назначить вагончику но вагончик естественно сам не поедет каким транспортом отправить кораблями да классно послуха да вот я из-за этого дела от расстройства купил построил даже вот автобазу купил длинномерный тягач надеялся не можно будет перевести вагоны но дело в том что не хочет он этого делать мы берем назначаем то можно депо назначить не можем а ну ёшкин кот думай да ну что ж такое то полез в интернет искал искал нигде ответа не нашел до нашел ответы на то как обеспечить работу вот этого нашей строительной конторы железнодорожной о том что как раз такими вот тягачами можно сюда перевести разборные резины начальные все информации еще нигде нету но потом пошел все-таки тыкать туда-сюда и ура запустилась ну опять же говорю можно если уже вам не охота вот этим всем возиться мне интересно реалистичный режим да было бы для меня логично например составить тут состав ну с другой стороны тоже так у нас есть тепловоз который оставляет купленные вагоны смотрите реалистичный режим нажимаем выключить и все он у нас в принципе отключился если раньше настройки тут менял хоть какие-то там то приходилось ну игра сама автоматом перезагружалась вот у нас появились сразу вагоны можно и так кстати для чего например можно отключать реалистичный режим заборы вот эти вот круглые заворота мне не очень сильно нравятся если придется строить заборчик не но как-то интересней повозиться с вот таким вот методом сделаем вот так потом делаем тоже нацепляется у нас определенному месту да ну пускай вот так вот делаем потом у меня есть мод который добавляет отдельно ворота если такая широкая дорога там какая-то или загнутая на железной дороге вот это вот у меня строится не захочет скорее всего хоть он и примыкает но вот здесь вот например у меня нету этой самой проходной поэтому возможно не построит поэтому если хотите вот по красоте сделать или где-то сделать забор и не ставить проходную ну пусть его господи не настолько принципиально главное чтоб основная вся игра проходила в реалистичном режиме на время я думаю можно и отключить вот тут у меня будет застройка моей текстильной фабрики забором я кстати проверю как она сработает а потом буду делать все это в реалистичном режиме вот эту всю постройку забором может мне самому интересно посмотреть если я вот так вот примкнул заборы они у меня построиться или нет где у нас настройки я нашел реалистичный режим давайте мы его выключим снова да и посмотрим кстати посмотрим он у нас отключился или не отключился успехом дадим задание строить забор пускай строится ну а теперь можно и потрепаться когда основную информацию рассказал надеюсь вы поняли как вот это все сделать как запустить вернее как перевести вагончик из таможни ну а так качестве хвостовства есть такой вот модик 1910 деревянные здания они принципе не очень дорогие я сделал для первого поселения халявную постройку как вот эти вот временки так и эти тоже обозревал временками у них нет потребностей не в воде не в электричестве даже но электричестве может быть да и зря так поступил но я так поигрался поигрался и решил вот этим зданием добавить еще здание суда вот такие ванильные они какие-то большие они для города для большого у меня здание суда такое деревенское сельское я не знаю для небольшого поселения это в моде было здание магазина магазин у меня естественно остался магазинчик я добавил здание суда использующая модельку этого магазина это было здание бара опять же бар у меня есть работает но я добавил еще его как тюряшечку такую небольшую небольшая тюряшечка вот она опорный пункт милиции участковый милицейский пункт это вообще была автобаза тоже в этом моде в 1910 я перепрописал добавил ну теперь у меня такой вот небольшой участок милицийский опорный пункт на 4 автомобильчика если кому-то нравится такая вот милота если кому-то охота начинать игру 1900 в таком-то году намного раньше шестидесятого изобразить нашинскую глубинку то пожалуйста вот можно пользоваться и кстати на тот случай отсутствие потребности в электричестве вполне в принципе нормально когда во многих местах еще мучиной пользовались про лампочку ильича еще не слыхали так что да вот если будет интересно задавайте вопросы расскажу как так вот это все можно сделать добавить здание используя модовские добавить здание того назначения которого вы хотите вот ну вот видите например тот же опорный пункт та же моделька ну это автобаза автобаза не исчезла и у меня используется новое здание забор уже построили я блин Голосяра в реалистичном то есть это в отключенном реалистичном режиме забор построил судя по всему да за сделался ну прошу прощения это все равно у меня сейв так специально для видео был с Дианой вот так что всем удачи вот если видео оказалось кому-то полезным я буду очень сильно рад вот понравилось видео ставьте лайки задавайте вопросы заходите на канал может быть будет еще интересное полезное видео не болейте играйте в хорошей их видео 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 Продолжение следует...